Приветствую вас. Смотрите, я думаю, что абсолютно нормально, что вы беспокоитесь за свою дочь, и абсолютно нормально, что вы переживаете за нее, вы поступаете так, как поступает любая мама. Но с точки зрения психологии есть такое, знаете, понятие, как ивпиточность, то есть вы, как бы, может быть, может быть, я не говорю, что однозначно это так, но может быть, вы, чересчур избыточно реагируете на то, что происходит с вашей дочерью. Совершенно не факт, что то, что происходит свидетельствует о каких-то, ну, о наличии у нее каких-то заболеваний, да, наличии каких-то там отклонений, у нее, и так далее. Совершенно не обязательно. Это, конечно, не приятно, то, что происходит, безусловно. Но это, я не думаю, что критично. Ну, кроме того, ваша дочь может сделать что? Она может обратиться за помощью, да, к врачу, и, как бы, пройти обследование, и так далее. Она ничего этого не делает, если я правильно вас понял. Вот, она ничего этого не делает, она просто... она просто, ну, по факту, она просто, получается, ну, мучает вас. Что-то она рассказывает вам, да, какие-то вещи. Вот. И, получается, что ничего не хочется особо менять. Вот. А мне это, в общем и целом, нужно, потому что, извините, это... Ну, как бы, если, если тебя волнует твое здоровье и теми вам рассказываешь, то нужно что-то делать. А, получается, что... Делается это все, вот, там... Чисто ради, не знаю, не знаю, ради того, чтобы просто привлечь к себе внимание. Вот. При том, что... Ну, при том, что вы переживаете, при том, что, ну, естественным образом вы переживаете, это нормально. Вот. То есть, на меня здесь, он... Сидется, выглядит так, что, с одной и с другой стороны, вы, вероятно, переиз... Ну, как я и сказал, избыточно реагируете на то, что происходит с вашей, как бы, дочерью, да? Вот. Потому что... Потому, что... Ну, ну, как бы... Ну, как бы... Эм... Ам... Эм... Эм... У этого могут быть просторажены самые причины. Вот. Это один момент. Как бы. И, эм... Другой момент, это... Эм... То, что она сама делает для того, чтобы... Свою проблему решить, да, то есть делает ли она сама что-то, если она не делает ничего, да, если она никак не работает над тем, чтобы своё здоровье проверить, подкорректировать, поправить, да, вот, то волей-неволей возникает вопрос тогда. Вопрос, с какой, собственно, целью она всё это делает, с какой целью она вам рассказывает об этом, вот. Никто не, ну, я имею ввиду, из людей, да, которые, ну, достаточно уважительно, скажем так, относятся к своей профессии. Никто не будет дистанционно диагностировать что-либо вашей дочке. Потому что диагнозы ставятся только врачами, вот, и только при личном очном осмотре. Это не работает так, что вам по описанию поставили диагноз, причём по описанию не своего состояния, да, а состояние душа. То есть, ну, поймите правильно, это немножко так не работает, вот. Да, поймите, пожалуйста, правильно, это всё-таки немножко непрофессионально ставить диагнозы, вот. Вполне вероятно, что этому есть достаточно логичное объяснение, вот. Вполне, вполне логичное объяснение этому этому есть, вот. Я думаю, что, например, у врача это объяснение могло бы найтись, вот. Возможно, переутомление, вот, возможно, какие-то ещё моменты, вот, такие вот, связанные непосредственно, да, с образом жизни, который ведёт ваша дочь. Вот, ну, я думаю, и я так думаю, что ничего серьёзного там не хотелось, конечно, просто вас как-то обнадёживать, да, потому что я понимаю, что, ну, что за этим может скрываться, да, вот. И я бы не хотел обнадёживать вас понапрасну, ну, и чтобы вы волновались лишний раз, да, вот, я бы не хотел. Ну, что ж. Поэтому, эм, скажите своей дочери, эм, если вас волнует её здоровье, да, скажите ей, чтобы она обратилась к врачу, вот. Эм, чтобы она обратилась к, эм, обычному, самому обычному, эм, терапевту, вот, то есть тут не нужно, эм, мне кажется, что-то умудрить, да, вот. И пусть она просто проверится, пройдёт осмотр, так скажем, да, вот, и ей, значит, дадут, условно говоря, диагноз, эм, вот. Проблема будет разжена, нормально. Вот. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи. Спасибо. Игорь Негода. Продолжение следует...